Фантома F4 Сегодня мы его облетаем, посмотрим на что он способен, ну и узнаем как на нем играть Честно говоря, я довольно долго не мог понять, как играть правильно на Фантоме Так, чтобы получить удовольствие и при этом не сгорать от постоянных неудач Фантом хорошая, интересная машина, но минусов хватает И вот чтобы реализовать его плюсы, тут нужно хитрить и выкручиваться Ну а что именно делать, мы узнаем чуть позже Ну а я пока что начну с характеристик Итак, максимальная скорость у Земли 1320 км в час Это в случае, если мы летим только с одним пушечным контейнером М-61 Но если вдобавок к нему мы подвесили еще 4 ОРВВ АМ-9Б или АМ-9Т То скорость падает и составляет 1300 км в час Разумеется, это все на форсаже, без форсажа мы не летаем Да, это неплохо, но не феноменально И тот же самый Т-2 развивает 1300 км в час И Миг-21F13 тоже около 300 км в час выжимает Флаттер у нашего Фантома проявляется на скорости 1385 км в час Но если сильно прижало, можно в пике разгоняться и до больших значений 1450 км в час Дальше уже опасно, поскольку там начинается разрушение конструкции Надо отметить, что машина неплохо выводится на скоростях ниже 1100 км в час Но вот 1200 и выше это уже большая-большая проблема Ну а если вы решили поштормить в совместных Учтите, с большим количеством подвесов машины выводятся очень-очень тяжело Нагрузка на крыло Естественно, модуль усилителей у нас отключен Но, тем не менее, это не решает всех проблем И мы можем потерять крылья Как? Очень просто Даем отрицательную перегрузку и чутка крена Вуаля, крылья отправились в самостоятельный полет С маневренностью у нас определенно есть проблемы В принципе, машина более-менее энергично может развернуться на скоростях за 750 до 1000-1100 Где-то так, но выше там уже так же начинаются проблемы Упала скорость ниже 750 Готовьтесь к тому, что машина станет просто легкой мишенью Поскольку нормально маневрировать она уже не сможет И уклоняться от тех же самых ракет уже будет довольно тяжело Отсюда строится наша игра Залетели, набрали 2-3 км, набрали скорость И ждем, когда сверху посыпятся самолеты Они непременно начнут опускаться вниз И, скажем, бой завяжется на средних высотах Либо вообще у земли Вот тут-то мы и должны ворваться на скорости И сбивать-взбивать самолеты противника При этом действовать нужно четко И гнать лукавые мысли насчет повиражить Иными словами, рельсы и бум-зум спасут нашего фантома Скороподъемность у нас на уровне топовых машин Хотя надо отдать должное, что тот же самый МиГ-19 ПТ На который недавно был обзор Нас несколько превосходит по этому показателю Скорость клинам Она у нас достаточно хорошая Жаловаться не на что Как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях Машины себя в этом плане отлично показывают Закрылки С ними все просто Выпускается во взлет и посадку Взлет имеют ограничение 555 км в час Посадочные где-то 440 При этом на них особо рассчитывать не стоит Но вот на воздушный тормоз точно можно надеяться Кстати говоря, я уже упоминал о том, что у нас есть диапазон скоростей На которых мы достаточно бодро разворачиваемся Так вот, если мы перешагиваем Помните о том, что воздушный тормоз нас спасет Ну и наконец, самое интересное вооружение Прежде всего надо отметить, что у нашей модификации фантома Нет баллистического вычислителя Ну а это значит, что у нас в совместных боях будут небольшие проблемы Придется самому рассчитывать упреждения при атаке нурсами или бомбами Но, тем не менее, вооружение у нас достаточно разнообразное Ничего только нет Прежде всего надо отметить истребительный сетап Вскользь я о нем уже упоминал Это подвесной контейнер М61 20-мм пушка с боекомплектом 1200 снарядов Очень, очень хорошо Ставим ленту воздушной цели И противник достаточно неплохо нами уничтожается Также есть возможность подвесить сразу три контейнера М61 Но при этом характеристики у машины становятся совсем печальными Естественно, у нас присутствуют разнообразные бомбовые сетапы 18 250 фунтовых бомб Либо можно взять 18 500 фунтовок 12 бомб массой 750 фунтов Ну и 8000 фунтовок При этом в каждом сетапе дополнительно будет подвешен еще один контейнер М61 У РВП болтапы в количестве четырех штук нам доступны Причем в двух модификациях B и C Естественно, есть и Нурсы Майки Маус в количестве 228 штук Да, не кисло Но мне больше нравится Зуни Марк 32 Здесь нам доступно аж 48 единиц Ну что ж, самое время подвести итоги Да, машина очень интересная, но непростая Много ограничений, но тем не менее Можно на ней воевать И показывать неплохие результаты Главное помнить простые правила Играем от скорости, от высоты Маневренные бои игнорируем И тогда все будет хорошо На этом обзор подходит к концу Надеюсь, он вам был интересен Дорогие друзья Хочу пожелать вам и вашим близким крепчайшего здоровья Берегите себя Все будет хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!